Всем привет! Смотрите как восстановить данные с диска виртуальной машины VirtualBox. Как создать виртуальную машину, сделать моментальный снимок и откатиться к этому снимку. Программа VirtualBox представляет бесплатный и простой способ создать виртуальную машину для запуска Windows, Linux или другой операционной системы вместе с основной, без необходимости использования дополнительного оборудования. В данном видеоролике я покажу как создать виртуальную машину с Windows, как создать моментальные снимки системы и как откатить машину к предыдущему состоянию, а еще как вернуть утерянные данные, если откат система не помог или виртуальная машина перестала грузиться, как восстановить случайно удаленные файлы виртуальных дисков VDI или файлы моментальных снимков системы. Файл VDI работает также как и физический диск, который может хранить информацию. При установке нескольких операционных систем на одном ПК, программа создается на диске по одному файлу VDI для каждой из машин. Дополнительные файлы при создании снимков и подключении дополнительных виртуальных накопителей. При восстановлении это следует учитывать. Чтобы создать виртуальную машину вам потребуется установленная программа VirtualBox и ISO образ операционной системы, который вы планируете установить. Итак, запустите VirtualBox, в окне приложения нажмите машина создать. В следующем окошке укажите имя виртуальной машины и тип операционной системы. Если нужно, можно изменить папку размещения виртуальной машины. Далее. На следующем шаге нужно указать объем оперативной памяти. Желательно указать не меньше половины от общей памяти, установленной на ПК. Далее. В следующем окне выбираем опцию «Создать новый виртуальный жесткий диск» и жмем «Создать». Если нужно открыть существующий, выбираем последний пункт. Далее указываем тип диска, VDI, VHD, VMDK. Если нет необходимости использовать диск с другими продуктами виртуализации, оставляем по умолчанию. В экспертном режиме еще доступны диски HDD, QCov, CAD. Далее. На следующем шаге указываем формат хранения, динамический или фиксированный диск. Задаем объем виртуального диска и жмем «Создать». Далее вы попадете на главное окно программы. Кликните правой кнопкой мыши по машине и откройте настройки. Переходим в раздел «Система», «Процессор». Здесь увеличим количество ядер. Затем откройте «Носители». Здесь кликаем по значку диска. В разделе «Атрибуты» откройте меню и выберите параметр «Выбрать файл диска». Укажите путь к ISO образу с Windows 10. ОК. Затем запускаем виртуальную машину. Зеленая стрелка «Запустить». После запуска начнется установка операционной системы. Стандартный процесс установки. После чего можно пользоваться виртуальной машиной. VirtualBox позволяет делать моментальные снимки виртуальной машины для того, чтобы создать моментальный снимок на запущенной виртуальной машине вверху окна программы VirtualBox откройте раздел «Машина» и выберите «Сделать снимок в состоянии». Задайте ему имя и если нужно описание, а затем нажмите «ОК» для сохранения. Теперь у вас есть моментальный снимок системы на конкретную дату и время и в случае сбоев или случайного удаления вы сможете вернуть состояние виртуальной машины на эту дату. Для того чтобы вернуть состояние системы конкретному снимку перейдите в раздел меню «Машина», «Инструменты», «Снимки». Выберите из списка нужный. Определить его можно по имени и дате. И нажмите «Восстановить». Укажите нужен ли вам снимок текущего состояния машины. Установи здесь отметку. И нажмите «Восстановить». Далее запускаем виртуальную машину и проверяем наличие файлов, которые были утеряны. Если вы случайно удалили моментальный снимок или файл виртуального диска машины VDI, вернуть их вам поможет программа для восстановления данных – Hetman Partition Recovery. При удалении машины без удаления файлов ее легко вернуть обратно, просто нажав «Машина» – «Добавить». Но если файлы были удалены, нужна утилита, которая поможет их вернуть. Скачайте, установите и запустите программу. Кликните по диску, на котором хранились файлы виртуальных дисков машины правой кнопкой мыши и запустите анализ. Для начала выполните быстрое сканирование. Откройте папку, где хранились виртуальные накопители и проверьте наличие нужных файлов. По умолчанию VDI файлы хранятся по такому пути. В файлы с моментальными снимками лежат в папке Snapshot. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужные файлы, запустите полный анализ. Для этого кликните по диску правой кнопкой мыши «Проанализировать заново». Выберите «Полный анализ». Укажите тип файловой системы. Далее и готово. После отмечаем файлы, которые нужно вернуть и жмем «Восстановить». Указываем диск, куда их нужно сохранить и еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. Далее осталось подключить диск к машине, запустить ее и достать нужные файлы. Для подключения диска к виртуальной машине в процессе создания на шаге «Настройки диска» выбираем пункт «Использовать существующий виртуальный диск» и указываем путь к файлу. Жмем «Создать». После машина будет готова к использованию. Жмем по кнопке «Запустить». Если вам удалось восстановить и файл настроек виртуальной машины вип-бокс, для добавления виртуальной машины нужно нажать «Машина», «Добавить», указать путь к информационному файлу, «Открыть», после чего она появится в списке программ. Если в результате виртуальная машина не загружается, или при загрузке вы увидите ошибку, которую нельзя исправить, наша программа поддерживает восстановление данных из виртуальных дисков различных гипервизоров. В моем случае файлы виртуальных дисков лежат на сетевом хранилище NAS, поэтому я покажу, как восстановить информацию с виртуальных дисков VDI по сети. Запускаем программу. Жмем «Сервис». Монтировать диск. Здесь есть два способа монтирования диска – RAW-образ, если нужно смонтировать обычные диски, и виртуальные машины. Во втором пункте вы увидите список файлов и программ, которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа, в нашем случае это виртуалбокс, файлы с расширением VDI, и указываем сетевой путь папки, где лежали файлы виртуальных накопителей. Указав путь к нужному каталогу, жмем «Выбор папки». Программа подгрузит все файлы виртуальных машин, находящиеся в данном каталоге. Как видите, помимо основных дисков, здесь еще есть файлы моментальных снимков, копии состояния виртуальной машины на конкретный период времени. Файл виртуального диска, который используется машиной на текущий момент, помечен как активный. Устанавливаем отметку напротив активного диска и жмем «Далее». Если вам нужно восстановить данные с моментального снимка, установите отметку напротив него. Вы легко сможете его определить по имени и дате. После того, как вы нажали «Далее», смонтированный накопитель сразу же появится в менеджере дисков. Жмем по нему правой кнопкой мыши «Открыть». Выбираем тип анализа «Быстрое сканирование». Если в результате программа не нашла нужных файлов, попробуйте выполнить полный анализ. Для этого кликните правой кнопкой мыши по диску и выберите «Проанализировать заново». Затем «Полный анализ» и укажите файловую систему диска. Далее переходим в папку, где лежали утерянные данные и ищем те, которые нужно вернуть. Отмечаем их. Жмем «Восстановить». Указываем диск. Папку. Еще раз «Восстановить». Для облегчения поиска нужных файлов в программе реализирован поиск по имени файла. Также вы сможете посмотреть содержимое файла в предварительном просмотре. А возможность работы программы по сети упрощает процесс восстановления. Так как вам не нужно дополнительные диски для копирования видео и файлов к себе на компьютер. Это в свою очередь экономит время и ресурсы. Достаточно смонтировать файлы дисков по сети и запустить анализ. Единственный момент. При нарушении работы сети процесс может прерваться. И при возобновлении сетевого соединения анализ придется начинать повторно. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.